Слава Украине! Привет всем от Полонского! Евросоюз согласовал 13-й пакет санкций против России. Давайте посмотрим, что там есть. Ну, во-первых, скажем так, пакет более символический, чем... или символичный, чем действенный. Хотя, может, и действенный, кто его знает. Прежде всего, в пакете порядка 200 имен. Это как частные лица, так и юридические лица. И вот на что он направлен. Значит, я там, еще раз скажу, секторальных санкций не вижу, но там есть интересные вещи. Практически весь он направлен против компаний и против частных лиц, которые помогали России обходить санкции. Причем, что интересно, что эти компании и частные лица не только на России. То есть, этот пакет, он затрагивает далеко не только граждан Российской Федерации. Ну, как проживающих на России, так и проживающих за ее пределами. Также там есть фирмы и частные лица, проживающие где угодно, по всем странам мира. Пока что пакет не опубликован, поэтому мы не можем сказать. Но из того, что пишут те, кто его принимал, эти люди живут в очень разных странах. И все это публика, которая занималась тем, что, например, получала на свой адрес некие посылки, покупая абсолютно легально их на Западе. Прежде всего, электроника. Ну, а потом пересылала их на Россию. Уже со своего адреса. В Киргизии, в Эмиратах, еще где-нибудь. Вот, собственно говоря, какой пакет санкций. Все они сейчас плетели под ограничения. Ну, посмотрим, насколько это поможет. Конечно, расисты будут моментально искать следующих товарищей, которые будут им передавать эти все вещи. Ну, это бесконечный процесс, я вам скажу так. Это абсолютно бесконечный процесс. И сколько он продлится одному, как говорится, Богу известно. Да, и уже, насколько мне известно, уже началась разработка 14-го пакета санкций, который будет принят, ну, тут трудно сказать. Вот 12-й был очень давно принят. Видите, между 12-м и 13-м прошло, не знаю, сколько, полгода, год уже. Очень долго. Вот, так что, ну, ждем следующего пакета. А этот вот, таков, каков он есть.